Игромания представляет Второго сентября стратегическую серию Stronghold снова охватит пламя крестовых походов. В Crusader 2, как и раньше, нужно не только воевать, но и вести хозяйство. Добывать сырье, перерабатывать его в товары и строить укрепления. Войны выигрывают сытые солдаты и крепкие стены. Рожденные танцевать, а не покорять, обрадуются выходу новой части Dance Central с подзаголовком Spotlight. Второго сентября танцуют все, впрочем, нет, не все, а только обладатели Xbox One с сенсором Kinect. Spotlight станет первой игрой в серии, рассчитанной только на консоль нового поколения. Кутуристический скролл-шутер Velocity оказался достаточно успешным, чтобы обзавестись продолжением. Игра получила приставку 2Х, что означает сочетание сразу двух типов геймплея. К стрелялке с видом сверху добавятся уровни с платформами и видом сбоку. Выход тоже 2 сентября. От карет до электропоездов. 150 лет из истории транспортных империй уместилось в одной игре Train Fever. Попробовать себя в нелегком деле управления транспортной сетью можно, начиная с 4 сентября. 5 сентября виртуальные человечки вновь заполонят компьютеры всего мира. The Sims 4, как и предыдущие части, это не только симулятор виртуальной жизни для отчаянных домохозяек, но и экономическая стратегия, архитектурный тренажер, ролевая игра и даже немного справочник по генетике. К четвертой части симы обзаведутся чувствами и эмоциями, что еще на шажок приблизит их к нам, живым людям. И когда-нибудь, возможно, уже они будут играть в нас. Некогда эксклюзив Xbox One, Dead Rising 3, доберется до 5-го числа до виртуальных прилавков Steam. За ожидания игроков вознаградят четырьмя бесплатными сюжетными DLC и более высоким, чем на консоли разрешения. Самая крупнобюджетная игра этого года, Destiny, пожалует на суд игроков 9-го сентября. Это не просто новый боевик от создателей Halo. Это онлайновая эпопея, в которую можно играть как в одиночку, так и в кооперативе. От Halo игре досталась физика перестрела, от ММО-игр, прокачка, подбор снаряжения и огромный мир для исследования. Осень — это не только время игровых блокбастеров, но и время для виртуального спорта. 11-го числа стартует новый хоккейный сезон NHL от Electronic Arts. Король Артур и рыцари Круглого Стола пытались добраться до Steam весь год, но постоянно их что-то останавливало. Наконец-то! Их день настал. То есть, настанет. 12-го сентября. С выходом стратегии The Battles of King Arthur. Нежданно-негаданно ремейк первой Fable доберется до персональных компьютеров тоже 12-го числа. Отличия от оригинала, впрочем, и на Seeros не предвидится. Только новая графика, улучшенный звук, да немного предметов снаряжения. История про неутомимого ниндзя Наруто нет конца и края. Очевидная игровая адаптация под названием Наруто Сипуды. Ultimate Ninja Storm Revolution от студии CyberConnect выйдет 16-го сентября. 12-го сентября. Через два дня после Наруто стратегия Age of Wonders 3 обзаведется дополнением Golden Realms. С новой сюжетной кампанией и полуросликами в качестве новой расы. Постапокалиптическую ролевку Wasteland 2 не успели доделать к августу, поэтому релиз перенесли на 19-е сентября. Но в этом есть большой плюс. Не придется ждать русскую версию, локализация выйдет в тот же день. Будем комфортно играть вместе со всем миром. Театритм Final Fantasy Curtain Call выйдет 19-го сентября. Это продолжение музыкальной игры, посвященной саундтрекам из серии Final Fantasy. Как и предыдущие части, только для Nintendo 3DS. Приземлившись на планету Meridian, командор Дэниел Хэнсон и не подозревал, что там его ждет полномасштабная военная операция с постройкой баз и всеми присущими стратегиям-элементами. И ведь не скажешь, что игру Meridian New World сделал всего один человек. 19-го числа узнаем, насколько хорошо он справился. Главный газонокосильщик в сия игровой индустрии Link, а также его друзья и недруги, осваивают новый для них жанр в Hyrule Warriors. С 19-го сентября персонажи серии Zelda будут участвовать в зрелищных битвах против сотен сказочных монстров. За последнее время к нам вернулось не так много легендарных игр в обновленном виде. Оригинальная Gantlet была одной из самых первых данжен-краулеров в мире. И ее ремейк не упустит шанса завоевать сердца новых игроков. Спустя 29 лет игровой процесс уже не столь революционен, но, как знать, не всколыхнет ли игра волну ностальгии. 24-го сентября прибудет последнее, третье дополнение для Dark Souls 2. Crown of the Ivory King посвящено лорду Альди, старшему брату короля Вендрика, и, как обычно, содержит массу испытаний, способных довести до истерики неподготовленного игрока. 25-го сентября у футбольных фанатов появится повод для ликования. Выйдет FIFA 15, свежая версия одного из главных футбольных симуляторов планеты. Важно отметить, что, начиная с этой части, версия для персональных компьютеров тоже переедет на хваленый физический движок Ignite. Если вы любите мистические детективы, не пройдите мимо The Vanishing of Ethan Carter, которое выйдет 25-го сентября. Игру делают выходцы из студии People Can Fly, которые пообещали очень необычное, нелинейное приключение в духе Говарда Лавкрафта и Рэймонда Чанлина. Тактическая ролевая игра Natural Doctrine от директора музыкальной стратегии Putapon станет доступна 26-го сентября. Увы, только владельцам консоли от Sony. 26-го сентября новая Xbox наконец-то доберется до наших краев. Состоится официальный выход консоли в России. За год ее существования в политике Microsoft многое изменилось. Например, Sensor Kinect стал необязательным дополнением к самой приставке. Хотите, покупайте с ним, хотите без. Подробнее о российском запуске Xbox One мы, конечно же, еще расскажем на нашем канале. Crimes and Punishments Это новый эпизод из жизни Шерлока Холмса от украинской студии Frogware. С 30-го сентября каждый сможет оценить, насколько похорошела серия с переездом на Unreal Engine 3. Привлекательный Cosmo Sim с ролевыми элементами Starpoint Gemini 2 выберется из раннего доступа когда-нибудь в сентябре. Скорее в конце, чем в начале, и это вообще, если не переедет еще на месяц вперед. По неподтвержденным данным, сольное приключение скрытного гоблина Стикса тоже должно начаться в сентябре. В Стикс, Мастер оф Шэдоус, он только собирается узнать страшную тайну своего происхождения. Это игра-приквел Ков Оркс энд Мен 2012 года выпуска. Это все релизы августа, которые обзавелись точными, ну или хотя бы приблизительными датами выхода. Подробнее о них вы сможете узнать в наших других сюжетах и текстах на сайте, в журнале или канале YouTube. Играйте только в лучшее! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова